Не хотите поучаствовать в нашей викторине? А в чем так участвует ваша викторина? Я задам вам 5 вопросов. Каждый вопрос вы будете оценивать. От 1 до 5 баллов. Если вы наберете 20 баллов за 5 вопросов, получится вот такой кубок Видное ТВ. Видное ТВ. Давайте попробуем. Хорошая программа. Я смотрю сюда, в Видное ТВ. Представьтесь, пожалуйста. Яковин Алексей Васильевич. Алексей Васильевич, меня Кирилл зовут. Готовы? Готовы. Готовы. Поехали. Первый вопрос. Я назову три фамилии. Хорошо. Кто из этих трех получил орден победа последним? Варианты ответов. Жуков, Сталин или Василевский? Сталин получил последним. Сталин получил последним. А на сколько вы уверены? На 5 баллов. На 5 баллов. Это правильный ответ. Действительно, Сталин получил последним. 5 баллов. Второй вопрос. Тоже касается Великой Отечественной войны. Точнее, Второй мировой. В честь какой битвы была названа одна из станций метрополитена в Париже? Сталинградской битвы? Курской? Берлинской? Или битвы за Москву? Сталинградской битвы. Сталинградской? Да, по-моему, да. Уверены? Курской. Не уверены. А на сколько баллов не уверены? На 1 балл. На 1 балл. Итак, 1 балл. Ну вы правильно, это Сталинградская битва. Есть такая станция в парижском метро, называется Сталинград. 1 балл? 1 балл. Хорошо. Третий вопрос. Литературный. За какое стихотворение на Лермонтова было заведено дело о непозволительных стихах? А, не помню. Подо мной Кавказ, Орел парит над горою, И телек течет мимо нас, А я стою на стремнении горою. Итак, нужно название какого? Какое стихотворение, за какое стихотворение на Лермонтова было заведено дело о непозволительных стихах? Ну, я думаю, что о Кавказе, Но имя, это название, не помню. О Кавказе? Да. Понятно. А вас сколько оцениваете? Ну, 1 балл достаточно. 1 балл достаточно. К сожалению, это неверно. Почему? Потому что на Лермонтова было заведено дело о непозволительных стихах за стихотворение «Смерть поэта». А вы надменные потомки. Да. Четвертый вопрос. Наполеон говорил, что в России нет дорог. Одни направления. А на проложенных по его приказу дорогах и тех, что были, он ввел правила дорожного движения, существующие по сей день. О каком правиле дорожного движения идет речь? Что мог ввести Наполеон и существует по сей день? А правостороннее движение для меня. Насколько вы уверены? На 5 баллов. Это действительно так. Благодаря Наполеону у нас сейчас существует правостороннее движение. 5 баллов. Ну что ж, последний, пятый вопрос. В каком государстве еще в 11 веке правительством были отпечатаны первые бумажные деньги? Варианты ответов. В Китае, в Византии, в Англии или в Индии? Скорее всего, в Китае. Вы считаете, что в Китае в 11 веке? А, в 11 веке. Это Византия, скорее всего. А почему не Китай? Китай. А может и в Англии? В Англии нет. В Англии нет. Ну да. Логично. В Индии? Вот Индия, где-то близко к Индии тоже. Но 5 баллов в Индии будет, ладно. Не, Индии нет. Индии это... Индии нет. Это... Англия пришли, они ввели свою валюту, там деньги. Китай, скорее всего, на первом веке. Понятно. И сколько оцениваете? 5 баллов. 5 баллов. И это правильно. Это Китай. Итак, вот ваши 5 баллов. Давайте мы с вами подсчитаем, какое количество баллов. 16 баллов. В любом случае, я вас поздравляю с участием. На память о нашей игре сегодняшней. Игре, да? Да. Мы вам дарим вот такой вот браслетик. Отлично. Да. Можете носить его, показывать о том, что вы являлись участником игры «Думай, знай, познавай, супер, Блиц». Я познавай. Да. Будем больше поздавать. И с вами встречаться. И отгадывать. И кубок будет наш. Да. Понравилось вам? Понравилось очень. Отлично. Спасибо огромное. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»